Команда АКВН, сборная гиков! Команда АКВН, сборная гиков! Прошу прощения. К черту этику, не унижайся на публике. Мне кажется, Джейсон Биггс уже заждался свой подарок. Какой Джейсон Биггс? Это Максим Латоха. Че, не он в американском пироге играл? Нет. Так нафига ему мультиварка? Друзья, переходим к номерам, и по традиции Джессика объявит. Представьте, атеист попал в рай. Ну вот, а ты не верил. Трунь. Учитель, который не умеет читать нотации. Дети, не будете учиться, сдохните. Друзья, безумно рад приветствовать вас на выручении еженедельной премии «Днище поганое». На этот раз у нас было два достойных номинанта, и победу получает Александр Конев. Вот, Сашка, держи. Спасибо. А что в пакете? Доставай, смотри. Утюг, иголка и нитки? А зачем мне утюг, иголка и нитки? А чтобы ты свои кривые ручонки выпрямил как следует и обратно к плечам пришил. Серьезно, из-за тебя вчера все катакомбы проиграли. Это так унизительно и в то же время забавно. Сходить с мамой на 50 оттенков серого, вот что унизительно и в то же время забавно. Джессика, объявляй. Не буду я ничего объявлять. Это еще почему? Я толстая. Че ты толстая? Че ты не толстая? Нет, толстая. Я 50 гигабайт вешаю. Но раз ты толстая, то и в новую кибершубу ты не влезешь. Влезу. То есть будешь объявлять? Буду объявлять. На самом деле Николая Коперника не сжигали на костре. Хотя попытки были. Итак, представьте. Рим, Центральная площадь, Николай и Святая Инквизиция. Николай, забери свои слова назад. Не заберу. Это ряд тебя действительно полнит. Просто признай, земля плоская. Джина твоя плоская. Земля круглая. Все, поджигай его. Не получается? Ну ты схитри как-нибудь. Да он, короче, вообще не горит. Давай его повесим. Чего мы вороры, что ли? Сейчас что-нибудь придумаем. Ребят, у меня проблема. Эй, девушка, вашей маме взять не нужен. Это кто там у тебя? Это Троян. Где ты его подцепила? Я зашла на Google Maps. Прошлась по Аркаде. Вирусная база обновлена. А это кто? Это Касперский. Он спас меня от Трояна. На лестничной клетке. Откройте. Кто там? Откройте, это полиция. На вас соседи жалуются. На вас полстраны жалуются. Вообще не аргумент. А что жалуются? Говорят, вы их топите. Как я их топлю? У меня две недели воды нет. Открой и посмотрю. Нет. Это что, почему? У меня там бабка намыленная, воду ждет. Чего ты несешь? Открывай, я проверю. А я говорил, я говорил. Друзья, вот вы сейчас сидите и думаете, что мы только и делаем, что играем в PlayStation. Это не так. У нас еще и Xbox есть. Сборная гиков, спасибо. Сейчас мы переходим к конкурсу разминка. Вопросы задают члены жюри, команды на них смешно отвечают. Ну что ж, кто задаст первый вопрос? Давайте первый вопрос задаст Роман Варамов. Под ваши аплодисменты, друзья. Включите микрофон, Роман. Там вот есть такая штука на нем. Здрасте! Участник высшей линии команды, друзья, Роман Варламов. И не может включить микрофон. Привет, Максим. Привет, зал. Привет, Сергей, Леша. Всем еще раз здравствуйте. У меня такой вот вопрос. Как вы знаете, скоро пройдет Евровидение. Оно, кстати, будет юбилейное. Проводится в 60-й раз. И будет Россию представлять Полина Гагарина. И у меня такой вопрос. Кого бы вы послали представлять Россию на этом замечательном конкурсе? И почему? Нет. Просто кого? Так сейчас все будут фамилии называть и все. Ну и ладно. Латоха! Смешно же. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Естественно, рубль. Чтоб был поближе к евро. Отвечала сборная гиков, друзья. Ответ от команды КВН Левпром. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Меня, конечно. Ответ от команды Левпром. Отвечает команда КВН Парк Культуры. Привет. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Не, ну Гагарину правильно. Пусть будет первая. Отвечает команда КВН В значит Ваха. А кого бы вы послали на Евровидение от России? А мы бы просто послали. Ответ от команды КВН по любви. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Вот все всегда в нашей стране. Посылают, а надо отправлять. Поэтому и результат такой, что посылают постоянно. И, наконец, ответ от команды КВН Все Свои. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Патрихан Щекинов. И еще один ответ, друзья. Последний ответ от команды КВН Парк Культуры. А кого бы вы послали на Евровидение от России? Главное, чтобы микрофон включать умело. Просто верно. Спасибо, друзья, Роману Варламову. Давайте поаплодируем ему. Двигаемся дальше. Свой вопрос задает Сергей Лисовой. Здравствуйте. Здравствуйте, все люди. Я рад, что вы пришли. Приходите почаще. Завтра приходите. А куда? Лехе куда-нибудь приходите, он зовет кого-то вас. Ладно, не суть. Мой вопрос. В общем, дело такое, ребята. Хочу завести домашнее животное себе. Какое? Подскажите мне. И как бы его можно назвать по-вашему? Сразу же ответ на первой секунде от команды сборной гиков. Кто же это будет? Отчетился рукой. Получил Дюсалей все-таки? Да. Отвечает команда КВН Лехпром. Какое животное мне завести и как его назвать? Слайз бременских музыкантов, чтобы за штанами далеко не ходить. Можно назвать просто озвучку. Хорошо, можно. Серега, рубашка у тебя замечательная. Нравится же всем рубашка у Максима. Если нравится, похлопайся. Я сама весна сегодня просто. Видишь, всем нравится. Красиво, правда. Какое животное мне завести и как его назвать? Прошлое что, убил что ли? Ну? Это был ответ от команды КВН Все Свои. А вот почему у них есть катерть, а у нас нету с Ромой? А? Потому что это... Там есть уважаемый человек, понимаешь, который представляет комитет по делам молодежи. Он свою привез просто и поселил. Роман думает, что им горячее принесут, а нам не надо. Роман может рубашку? Расстраивается сидеть. Отвечает команда КВН по любви. Какое мне животное завести и как его назвать? Сереж, заведи меня, я неприхотлив. Хорошо. Это был ответ от команды КВН по любви. Отвечает команда КВН по аркультуре. Итак, какое животное мне завести и как его назвать? Сереж, мы как барабин с тебя советуем завести карася окунем. Ты себе руку уже расцарапал. Хорошо. Отвечает команда КВН В, значит, Ваха. Какое животное мне завести и как его назвать? Приходи в арену, там много разных животных. Хорошо, спасибо. И последний ответ от команды КВМ. Все свои. Какое животное мне завести и как его назвать? Жирафа. Он ведь такой же красивый, как ты. Спасибо. Как той, Серёжа. Спасибо, Максим. Спасибо, Сергей Лисовов, друзья. Следующий вопрос задаёт Курмашов Евгений. Друзья, всем добрый вечер. Эй, ребят, вот я смотрел, читал все статьи и новости, которые в интернете, и на протяжении 10 дней была паника. Куда пропал Путин? И, следовательно, и этот вопрос вам. Куда пропал Путин? Ответ от команды КВН по любви. Куда пропал Путин? Это не он пропал, это он нас потерял. Куда пропал Путин? Пропал Путин, забеременела Псаки. Совпадение? Не думаю. Отвечает команда КВН парк культуры. Куда пропал Путин? Там что-то Лёшка всех в гости звал. Хорошо, спасибо. Лехпром. Куда пропал Путин? Новая жена гимнастики учится. Еще один ответ от команды КВН по любви. Куда пропал Путин? А кто голит, кто ищет? И последний ответ от команды... А нет, предпоследний ответ от команды КВН ВС, значит, Ваха. Куда пропал Путин? А куда пропал Путин, никто никогда и не узнает. Тайна. Вот и все. Впервые ответ. Все, можно всем вставать и уходить. Подожди, сначала вопрос. Впервые ответ прозвучит до того, как прозвучит вопрос. Окей, гугл. Куда пропал Путин? Спасибо Евгению, друзья. Давайте поаплодируем громче. Свой вопрос задают следующий. Евгений. Мистер Салат, друзья. Евгений Сайцев. Ваши аплодисменты ему. Спасибо, всем добрый вечер. Вопрос такой, мало кто знает, но... Это из старого КВН, а так начинались разминки обычные. Признак сильной волевой девушки, да? Это покупка кота. Вот. То есть есть такие, да, в зале? Следовательно вопрос. А признак сильного волевого мужчины тогда в чем заключается? Сразу ответ от команды Парк Культуры. В чем заключается признак сильного волевого мужчины? Тут надо к Сереге вопрос, он какое-то животное завести хочет тоже. Аплодисменты. Спасибо. С разминкой отвечает команда Лехпром. Признак сильного волевого мужчины. Покупка сильной волевой женщины. Ах, какой ответ, слышишь просто? Зал, здарова. Прям покупка, прям. Покупка. Есть же магазины. И скупать может сильно волевую женщину. А у тебя есть спот? Нет. Есть домашнее животное какое-нибудь? Нет. Интересно. А, сильно независимая женщина. Всем интересно в зале? Все сидят и смотрят? Отвечает команда КВН по любви. Скоро дочка-то точно уже появится, видимо. Признак сильного волевого мужчины. Мне не нужны признаки. Вот это да. Хотя бы уши, не знаю. Есть ли еще ответы у команд? Есть еще один ответ у команды пар культуры. Признаки сильного волевого мужчины. Жень, ну ты меня понимаешь. Да. Есть ли еще ответы у команд? Вот у меня ваха еще нет. Пять, четыре, три. Вот есть ответ от команды сборной гиков. Признаки сильного волевого мужчины. Он жмет от груди сотку. Он же сильный, волевой. Ну че вы? Отвечает команда КВН. Это из ГТА, из пятого, видимо, да? Все свои. Ого. Можно заново вопрос начать, чтобы подольше на тебя посмотреть? Ладно. Признаки сильного волевого мужчины. Кадык. Заведи себе кадык. Все, это были все ответы. Аплодисменты Евгению Сальцеву, друзья. Еще один вопрос от Сергея Ганкина. Всем добрый вечер. Привет, Серега. Серьезно, с вчерашнего дня хожу под впечатлением от рассказа своего друга. Друг работает на стройке в Тюмени, строит мосты. Вот. И он там своей девушке выварил из 720 трубы. Чтобы вы понимали, это больше полуметра. Кстати, друг здесь находится. Не буду показывать на него пальцем. Вот. Он из трубы выварил для своей девушки сердце металлическое. То есть прямо в трубе. И привез из Тюмени и подарил ей в Новосибирске это сердце. Вот. А какие вы делали подарки или сделаете подарки с своим вторым половинком? Так это не девушка, он с ней так просто шура-мура. Просто на стройке трубу спалить. 720. И не газовая труба, кстати. Какая девушка, когда парень дарит сердце просто из металлической трубы. Ответ от команды, говорим, все свои. Полностью. Полностью. Серьезно? А у меня есть друг, и он выварил, ну чтобы вы понимали, выварил это вырезал из трубы большой. Я же правильно говорю, да? Вот, сердце ей. Вот, из металлической большой трубы. И привез из Тюмени сюда и подарил ей. А какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Вот он, сильный волевой мужик. Ответ от команды КВНВ, значит, Ваха. Если бы ты ее увидел, ты бы никогда так не сказал. Что это сильный волевой мужик. Вот, а какие вы подарки делаете своим вторым половинком? Сильной волевой женщине не нужен подарок. Такой ответ отвечает команда КВН, Лехпром. Я для Дашки купил оленя. Сначала купил, потом убил. Это ответ, это вопрос, ответ. Если и... Оу, друзья! Эй, Кугрышев забил гол в Багнитогорску! Ура! Всем пятерки за звенку! Шестерки! Всем победили! Кугрышев первый гол, друзья. Вот. Я сейчас не знаю, как порадовать кого-то. После болтания отвечают, согласен. Вот. А как вы, что вы дарите подарки? Какие вы дарите подарки вторым половинкам? Эй, Доширак дважды запариваю. Нормально. Шестерка. Ответ от команды КВН, все свои. А какие вы подарки дарите полностью опять? У нас просто через 20 минут уже аренда зала заканчивается, поэтому давай быстрее. Вот. Какие вы дарите подарки своим вторым половинкам? Можно спросить, а по документам как это прошло? Труба там, сердце? Не знаю, его ищут теперь. Лидер группы Кармен отвечает, друзья. Просто интересно, как по документам просто, человек просто поинтересовался. А как по документам это? Вопрос, Сергей, пожалуйста. Вот. Скажите, пожалуйста, а что вы дарите вторым половинкам? Ну, я не знаю, но у меня друг своей девушке под окнами, карбюраторами, я тебя люблю, выложил. Это, кстати, один и тот же человек. А что вы дарите своим вторым половинкам? Я ей завязал глаза. Можно, пожалуйста, полностью? Так. По любви. Это. Скажите, а что вы дарите своим вторым половинкам? Нет, нет, ну, история там. Ну, познакомились мы с нашим, мы с моим другом давным-давно. Вот. И он сейчас закончил институт и в Тюмени строит мосты. И вот тут недавно вырезал из большой трубы 720-й. Вот. Сердце. Что вы дарите своим вторым половинкам? Сморова, пожалуйста. Да нет, шучу, все нормально. Спасибо. Да, скажите, что вы дарите своим вторым половинкам? Чтоб со мной жила и хату спалил. Вот такой ответ. И последний ответ на сегодня от команды КВН сборная гиков. А что вы дарите своим вторым половинкам? Реалити квест. Короче, приветствую в Ленёва, а сам уехал. Вот на такой позитивной ноте мы закончим сегодняшнюю разминку под ваши аппарисменты, друзья. На этой сцене сейчас появляется команда сборная интернета, а вернее, друзья, сборная гиков. Под ваши бурные аппарисменты. Друзья, мы продолжаем гнуть свою линию. Думаете, гики не умеют веселиться? Да давайте на это посмотрим. Йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу-йоу. Этот трек посвящается всем тем, кто бракал ММО-РПГ с первого левого. Всем тем, кто ходил на Рошана соло. Всем тем, кто доиграл XL-карту в третьих героях. Родители уехали на дачу, я гуляю, рейд собираем. Быстро позвоню друзьям по скайпу, сказав, что приходили, будет все по кайфу. Пати у гиков дома, это круто. Имперский марш на всю катушку с ночи до полудня. Приходят паладины, некроманты, кочевники, половина в непонятках. Твербы и видят девушек. Трешку зелья маны за встречу распиваем. Блюдами ильтийской кухни все заедаем. Компьютеров, конечно, на всех не хватило. Я раздалвал Wi-Fi, сколько радости было. Удар за ударом, в доме бреет босса. Не спим уже неделю, идет кровь из носа. Я дамажу как могу. Саппорты помогают, лекарь, варьера, раненых, хиле. Здравствуйте, вы верите в Бога? Я верю в корейский рандом. Йо-йо-йо-йо, Чичеринка! Плати полным падом, у гигов дома. Я и все ребята 80-го левела. Эльпы, люди, орки и паралико-дробов. И в течение на даче, значит, будет много дробов. Вечеринка у гигов дома. Все герои сервера в одной комнате. Вечеринка у гигов дома. Я завязал... Я завязал сил, медобилеры и босса. Девчонки закричали. Это было к месту. Рез и лень. Все поступали. Посемелье опустело в конце вечеринки. И мой друг Дима получил драконние ботинки. Ребята и девчонки из игры выходили. Но только танковителю слегка отделили. Явк. Да. Здравствуйте, я ваш сосед. Что, шумим? Нет. Трафик жрете, в одноклассники зайти нельзя. Короче, смотри, открываешь командную строку, туда вписываешь. ТТП, адрес, ТТП. У нас вечеринка, короче. Все. Йо-йо-йо, Джей-Джей Джессика. Эй! От теплым водом у гигов дома Явится и 5-го, с 5-го левела Эль, ты жури, орки и пара, река, тропа Деректирой на сдаче, значит, будет много дробов Вечеринка у гигов дома Думаешь, крутой, постой, хардлайн, соло Вечеринка у гигов дома В жизни двух метровых шкафа играешь за гнома Ближе к утру гости стали расходиться И только тот, кто не устал, продолжает фармиться Клан-лидер Володя Уснул в кровати Я бужу, ребят, все окончено, пати Мы гиги, у нас не бывает похмелья А если и есть, то спасет банка сели Вечеринка удалась, остались все довольны Когда гуляют гики, Володя Возьмите братья Покойно Яу Друзья Что мы хотели сказать этим конкурсом одной песни Каждая отдыхает по-разному Если вдруг ваш сын придет поздно ночью домой с красными глазами Не спешите ругаться Возможно, это все из-за компьютера Сборная гигов, спасибо